продолжаем работу здесь за вторым мостиком у нас нет он год на метр примерно от воды вот смотри отсюда брат подходи чтоб тебе наваливать то надо в эту сторону вот проще будет то есть тебе надо участок определенный взять чтобы именно сюда уже на чистое наваливать легче вот отсюда примерно вот так вот начинать в том направлении да и в том направлении вот где-то нет там высоко пониже спустись потому вчера начали он будет ниже надо вот отсюда а вот этот край и до низу вот здесь да да и до низу нет и неправильно косу держишь вот тогда вот так вот таким ходом не давайте я покажу но я понял сверху вниз идешь все брата понял попробуйте и вот отсюда получается туда правильно да да и туда идешь наваливать то в эту сторону легче будет каранаскош поснимать сварили вчера, по 10 зубьев, ну 20 сантиметров почти, потует, а там еще не видно будет, а теперь по берегу, а потом лодку посередке будем и туда подгребать, в лодку грузите на берег, потому что здесь никогда никто не чистил и воды два года назад еще не было, это мы подняли и поэтому рыба здесь должно быть, теперь я, ее давить не надо, она тяжелая Гольберт на выдумку все пора, а потом подсохнет, мы забросим подальше Руку засунь, там есть специально, держи, не нажми, цифры бегут вверху, да все нормально Ну смотри, это отвергатор не просто так Вот здесь берег надо пройти с той стороны Видишь как, тут не очень много, вчера мы были там, казалось, вообще А как по-другому? Вон там, где крещение было, за прочистку попросили миллион, а мы бесплатно все сделаем Теперь я сейчас узнаю, они у нас одинаковые Что здесь? Не верится даже 85 сантиметров 10 зубьев, каждый зуб 20 сантиметров И длина этого вот Я сейчас узнаю, какая длина 3,5 метра Берег крутой Это все остатки Ноево потопа Это должен знать каждый ученик Вот на таком расстоянии Ну, 2,5 метра это точно Мы меняем обстановку Вот представьте, что это все в неводе было бы, сорвало его Тут круто Даже пониже Вот городские пузаны, пускай едут сюда Мы дадим им помотать вот это вот Ну вот один приехал, катить не может Сколько она весит, я не знаю Она мешает Ну, 10 килограмм есть Володя, попробуй Вот так с удовод вон туда бросить Держи только крепко Отпустись вон туда Сколько килограмм? Подними его Ведро полное бодеста Ну, бодеста Ну, бодеста А, ну да, 10 килограмм Вот все данные выдали 3,5 метра Успевай перехватить Не выпусти, смотри Ну, тут уже я прошел Надо левее брать Левее, ничего нет Видишь, как чисто Они немножко какие-то легкие Давай, давай Давить даже не надо Она выдирает все Потом еще раз за день все сделали Ты опять на то же месте Левее бери Вытаскивай А потом, когда высохнет Посуда бери и подержи А когда высохнет Тогда Ловим подальше Здесь на метр надо кидать Возьмой вода поднимется Возьмой вода поднимется Это все было бы чуть-чуть Ну, ладно Давай тогда Начинай там Славе делать Делать Что? Пошел косить? Литовку не втыкал в землю Пойдем? Ага Ну ты сейчас это Сам выключил Работает Снопки Надежьте Нажми вот эту Вот эту На той стороне надо сейчас спать. Такой послушник, камень многотонный свернет. Да конечно. Я и говорю, вчера ка бы не сварил, сегодня бы никак. Но тут они зубы отпадают, как у гнилой старухи. Ну все-таки немало мы сделали с ним. Видишь у него как хорошо идет. Ладно, поэконом. Вот у меня работника Бог дал сегодня. Смотри, по берегу, куда он отпрасывает. Зайди туда. Его там не застанет еще. В большей мере положительно. Самая грязная работа, брат, у тебя сегодня. Я говорю, самая грязная работа у тебя сегодня. Здесь главное молчать, чтобы больше ерлом не наложили. Не наложили. Ну что что, пока я этим не занимался ни разу. Ну вот, испытаешь себя. А я работал сантехником. Я знаю, что такое. Грязная работа. Ну да. Говнистая работа. Даже представить не могу. Что, Сергей Павлович, батарейки садятся, да? Что? Батарейки садятся, говорю тебе. Я вообще их сегодня не буду ставить. У меня что-то шея все хуже и хуже. Не знаю, что такое. Повернул, наверное, не так, да? Ну вот сейчас упал, что-то еще хуже стало. У нас же есть, да, тут врач-то? Нет. Да, какой врач. Врач это сон и отдых. Ну все, ладно, слава богу за все. Даша, поднимайся. Здесь главное камыш. На метр, где-то, на метр. Здесь это не надо. Да. Ну метр-то. Вот так. Главное, чтобы они вытягивали на берег сюда. Они будут по берегу идти, да? Косить бредень сюда, да? Да, да. Они на самый край вот это вытягиваются все. Это здесь выход сети, ты прокосил хорошо. Угу. А здесь там они проживаются. Там вот единственное еще надо будет подкосить. Вот тут вот. Прочистить в этом месте. Ну они уже сами прочистят. А вот эта вот очень сложная идет. Да, эту и не надо. А они тут пройдут нормально. А там они, если что, граблями это. А? Они эту траву граблями выгодят. Ну да. Мне все равно подкосить надо. А, сейчас там для граблей, ну и для того, чтобы потом веревкой тащить их можно было. В принципе, да. Да, да. Чтобы легче было. По берегу идти. Ну, видишь, там веревка. Но веревку-то можно, если что, как бы намотать, накоротить, чтобы им по траве-то не идти. А прям по берегу по этому, по скошенному. Ну, там-то зачем вот укосить энергию? Ну, они могут, в принципе, потравить и ничего страшного. Нет, он уже сказал, на метр все от воды. Больше не надо косить еще. Ну, он имел ввиду на метр для граблей. А для этой он, наверное, еще пока не это не предвидел. Ну, может быть. Для веревки. Главное, чтобы задача сейчас. Чтобы они на месте не стояли. Не, ну они сюда могут перейти и начать. Что у них там получается? А? Получается граблями-то у них там? Да вот что-то получается, но... Ну, я бы не сказал, что там много этого ила, Комусей вернее. Там немного совсем. Ну, вот здесь вот эта тина, вот ее будет. Ее цепи лучше, конечно. Вот они. Граблями-то. И потом с той стороны, да? Надо будет. С той? Да. Но на ту же сторону тоже. А, с аппетита. Вот это не знаю. Веревку тянуть надо, конечно. И веревку тянуть, и на ту сторону эту тину вытаскивать. Ты же на эту сторону не вытянешь. Не знаю. Мы хотели ловку взять, а что-то не взяли ловку. Забули про нее? Да сегодня, наверное, не до ловки. Сегодня хотя бы один. Ну да, хотя бы один должен. Ловконька у тебя получается. А? Говорю, ловконька получается у тебя. Ну, потому что мышь. А вот с этой я боролся до боролся там. Там не было камыша. А шел какой-то. Заходи тогда, засними их там. Может, этого заменишь. Дима. Он косить-то не умеет. Он гороскоп. А я у него спрашивал. Он говорит, умею. Не-не-не. Ладно, вот так вот. Моя вообще не умеет. Он где-то в городе. А в городе где он еще? Ну, косит. Ну, вот, братья. Здорово. Вообще. Главное длинное тут. Смотри, поскольку вытаскивай. Это все в сеть было бы. Вот он подсохнет и дальше она можно вытянуть. Главное, что они прямые. С них легко соскакивает. Не то, что эти зубы кривые. Угу. Присядь сюда сколько. За один раз. И как будто ничего и не было. Вот так. Просто отлично. Вижу, Дима. Ты идешь прямо на это. На стрелке. Зарюхаться скоро. Отойди немножко. Где-то лечим и свалим. А теперь там. Ты покажи ему здесь. Зарюхай ему. Да, он мне показал. Я сейчас тренируюсь. За него, за камыш там где-нибудь. Нади место. Спускайся, иди. А, ты мне что-то это. Трехнулся? Отойди. А, туда? Да-да-да. Ты постоянно валишь на то место, которое у тебя заросли. Зарушку. Ты здесь прорубись и потом будешь на это место чистым. Куда усвоить. Да, там. Чтобы попадешь. Угу. 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 Сейчас я руку завозю меня. Сейчас завизник хожу. Угу. Сейчас я переструю вас. Угу. Какой перестрая. МолосKY. Расчистка без миллионов Смотрю, сколько зараз, и так стоит А теперь ты видишь, что высокие эти Другие тысячи политровые Да Румиловка пошла Так, братья, вы близко друг к другу, посмотрите осторожнее Но, смотрите, не запущите Смотрю 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 Ну что, Володь, что наверно? За каждый заброс килограмм 15 кг вытащивается Этого даже выбирать не надо Ну на, сразу забирай Все, я выключаю Дима у нас приехал в город Мелосибирск Сегодня помогает обкашивать берег Чтобы с небом ходить В лагуне Ты, Дмитрий, до этого косил? Немного Немного, да? Ага Но здесь ты поймешь весь куст козьбы Вот брат Сергей тоже Владимир Владимирович Граблями, если иначе он всем вытягивает Да он ее не обменял А то Володенька его Да, да, дальше иди Та же участок небольшой отступи в камыши И начинай скашивать А там это... А, мы уже дошли уже А, ну все тогда Вот этот, брат, скоси Вот этот камыш высокий Вот этот Вы тянете, тянете Он нужно, чтобы на ровно шла Когда вы поднимаете Черт остается внизу Вы его поднимаете Как бы опускаете Так, походу там вниз Так бросили Только тянуть разверну Вот так вот Вот так вот Сейчас это вот Воспitat de козел Воспитание Вот так вот Затем Ну, вот, в принципе, быстро получилось. Не выглянуло, да? Ну всё, слава Богу, за всё. Вот мы подошли тут, искали край воды тут, на этом отрожке. Там вот за поворотом наши братья вытягивает с помощью граблей кину. И начал, попросил, чтобы мы здесь вот в камыш зашли и нашли, где окончание воды. И здесь прокосить надо, чтобы видно было, где же она заканчивается. Да, вот здесь вот, ага, примерно, вот, вода стоит ещё там. Если кто встанет, меня позовёте, тогда я сомнилась. Вот Дмитрий. Дмитрий хоть раз в жизни тут накосится у нас в поперядке. Не поздравлю имя города Новосибирска. Да, это точно. Я скажу, брат, при твоих данных физических, ты, если научишься косить, ты вообще будешь. Не по-детски, как говорится, косить. Вот тут ставил камыша, стулька лежит. Ага. Может дальше, дальше делать захват? Нет, не вот здесь вот, с этой стороны. Да, нормально. Нет, ну ему всё равно идти надо, чтобы поширче было. Может, правильно? Он же следом за тобой идёт. Так, может быть, это? Ну ладно. Может, туда пойдём, да и всё, и откуда? Ну нет, надо тропку-то пробить сейчас. Куда-то, на берег-то. А, видно? Нет, Игнатьевич попросил, где окончание воды там выкосить, чтобы видно было, что именно, где вода заканчивалась. Нет, видно. Чуть не видно. Скажи, что делаете, короче. Ну вот туда идите, на тот берег. Всё, туда идите. Я так как понял, брат, он хотел, наверное, вот это сказать, чтобы вот этот камыш не видно было, чтобы здесь видно было, что здесь вода заканчивается. Камыша не было здесь. Ну, для вида будем, может, потачивать. Ладно, иди. Ладно, иди. Ладно, иди. Ладно, иди. Ладно, иди. Ладно, иди. Не, мы можем чуть пройти тут? Ну, можно, конечно, можно. Соберу. Просто в один захват пройди и всё. Насколько собаки позволят. Насколько собакиFA? Ладно, я что угодно,136 Н jobs океаних. Я видел в интернете, как в тёплых странах там делают крыши искомышаемые. На пыль связывают и складывают. Это корень солодки, называется растение. Вот сколько здесь растёт, сколько много. Запах тут очень приятный, идёт разнотравие. Если бы камера умела передавать, было бы, конечно, очень здорово. Всё, что Господь так чудно сотворил для всех пяти органов чувства человека. И глаз насыщается этой зеленью. Даже, можно сказать, не насыщается, потому что настолько всё великолепно у Господа. Дмитрий, мы здесь! Вот здесь вот надо будет вдоль берега тоже один пойдёт с верёвкой тянуть. Пневот наш. Бабочка какая-то чёрная летает. По-своему тоже красивая. Строфим. Балочка, ненавище. Тёпкий. Тёпкий. А вы её держите? Оно подскакивает, потому что полей, который она брал, она остаёт. А вы её держите, оно подскакивает. И подъехит, который она брал. Она остаёт. А вы подсоедите? Дима, ты на берег выходи, на берег. Сюда иди, вот сюда. Около двух метров камышля. Вот поприще, братья вам, не детское. Точно так же, брат, делай, отступай и начинай, и тебе легче будет на скошенной сваливать. Ах ты. Вот куда тут рядом? Вон, братья наши. Тянуты. Вот, вот так. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. а затем а ну давай давай ну да начинать а Это вот Сергей брата нашел мужчину. Это же не трактор, это же человеческий живот. Там дерева никакого нет. У меня вертикально зубья ставят, у вас вот так вот. Я ничего не делаю, просто перебираю вот так, как сеть какую-то тащу. Вот она что, уже засупила, она выпустить не может. Вот она вышла. Вот так. Она может быть просто капала. Да? Она может быть просто капать, но и не получается. Видишь тут еще? Вот. 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 От кустов, видно, да? Они дали с собой так? Здесь вниз выход будет. Нельзя, вот к концу подойдут. Игнатих вытягивает, Дмитрий за нее собирает и дальше откидывает. Чтобы не мешалось уже на берегу. Я тут обкашиваю касание. Немножко осталось. Брат Сергей на той стороне. Старается достать камышинки, которые в воде стоят. Камышинки. Вот здесь они уже с Владимиром Юрьевичем иначе прошли. Вот уже столько достали камыша старого. Это только часть. Вот он достает сейчас с другого берега уже. Вот так вот с помощью и трудимся. Суббота. Сегодня у нас суббота. До обеда сегодня работаем. Потом баня и в храм пойдем на вечернюю службу. Суббота. 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 Не поднимай клятву, снизу дай наоборот. Всё, и один жесткий сломался. Ну всё, я заканчиваю. Здорово? Да. Смотри, где косят. Угу. Ну всё снова. И ещё, заново. Тут гость приехал с Новосибирска. Вместе Сорокин. С женой Еленой, Назарей и Машенькой у них. Жена-то не просит о Потеряевку? А то может... Правду сказать, Инотихович. А мама-то как твоя? Да как? Да никак. Обычная, православная, современная женщина. Понятно. Ревности нет в ободе. Да. Игорь Павлович там косит. Не очень активный, но... А потом лодку посередине, думаю, пригнать. Соскребать и вниз. Мусор этот наклоняться, нырять, поднимать. В лодку грузить, к берегу разгружать и тут по берегу тащить. Вот мысль такая. Пока не знаем, как по-другому. Вот с козьбой тут лучше всего у нас у Владимира получается. Вот видишь, как. Подходит к тому месту, где бросили они. А там весь берег черный, это солома, погибший камыш. А соку с поднизу подбираем. Вытаскиваем вот это. И по-другому никак. Лену собак свою взять на прогулку сюда, Сергей. А под косу подскочат и все. Коллега без ноги. Все, берег очищен. Ты не залазь туда далеко. Просто маленько возьми чуть-чуть и все. Мы обойдемся без этого. И что делать. Там они пусты. Откуда начали мы. Думаю, вот посюда пройти не надо. Ну и теперь рассолку можешь убирать. Тоже повыше. Вот там тоже, если это пройдешь, то это будет здорово. Грабельку я бы убирал. Ну все пока. Возим. Возим. Пилить только ниже земли. Или совсем не пилить. Сопорик взял? Ну вот мы тут почти уже до самого края дошли. Это и лагуны. Обкосили уже одну сторону. Я помогу тебе. Второй тоже там. Вкус тут на пути попался. Сейчас брат Сергей уберет меня. А ты на нас не гляди. Мы сделаем здесь как надо. Вот этот вкус надо. Выкорчивать. Вот он его вытащил почти. Подожди-ка. Поднимай. Сейчас я должен насыпать где-то. Ты что сел-то? Сырой я брат. Может топориком лучше? Нет? Нет, тут не возьмешь. Ну-ка. Где он? Вот. Топориком. Может быть и топориком. Ну-ка давай. Топорик? Давай. Руки брат. Береги. Вот это вот сначала мешает. И вот это сюда. Вот. А теперь вот этот поднимаю. Поворачивай туда. Не-не-не. Вот он. Вот он был. Корень его, да? Да. Это место не заходить, но убрать надо. Вот оно что. Ну, где-то подрубить, наклоняй его, руби, выкидывай. Так, это намного выше надо кидать. Вон туда прямо. Сейчас наложу и потом все унесу. Вот так. Смотри, больше всех работает Митя сегодня. Митя Сорокин. Один. За троих, наверное. Какие-то все квелые оказались. Я вот сколько выбираю тут, это хватило бы, ой-ой-ой. Смотри, сначала, типа, выхотел. Он выбрал. Теперь я здесь вытаскиваю. Он так успевает убирать. Надо как? Прижимать вот так вот маленько. Книзу. Сейчас бредень какой идет. О! А теперь контрольные. Но весной вода тут поднимется на полметра. Поэтому он убирает на самую макушку. Застухи. Петушку я вытаскиваю. Он тоже вытаскивает. Здесь куда вырастает. Ух. 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 земли ниже воды сказать надо я тут не рубилась он еще не рубил то он еще там не рубил а не рубил ну а дальше который 2 оставь их что видно было а вон то надо вырубить и там точно так же а то ты даже трогать не надо все сергей тут тогда не трожь на берегусь пока стоит вот для работа вся теперь надо вокруг выкосить замкнуть этот круг помогает вот эти которые их не трогай пока вот эти вот а вот это все вырубить да 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 сюда впереди выруби и там после него нож это контрольный чтобы знать что ничего там нету больше краем захватил а вот целиком на новое место а и 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 Не приварил ни грамма. Как-то я не приварил, ты забыл? Отломили. Это тонкая. Не-не, было прихвачено здесь вот у него. Как-то слабенько больно. Ну ладно, пошли дальше. Всё, пошли дальше. Не надо поднимать высоко, надо низко держать. И рукой всё время поддавливать. Городской-то смотрит в окно. Он ничего не знает. Отраву всякую жует. А в деревне не едут. Сейчас другой век и по-другому зарабатывать надо. По-другому. Как по-другому? А работать надо? Смотри, вот я его вытащил. А теперь на контрольный. Подбросаю. Рука держит как раз. Три с половиной метра до полметра. Это по одному месту. А теперь с той стороны надо выкосить вот это всё. Как здесь. Но там надо косить дальше. Вон, видишь как. Берег пологий, чтобы весной, когда поднимется вода, вот это всё не унесло опять сюда. И мы пришли к самому краю. Вчера мы прошли 36 метров, а сегодня 180. Да больше, больше. А вы до куда считали-то вчера? Ну вот до сюда, до конца, до воды. До воды? Да. Ладно, Серёжа, не лазь туда больше. Ничего не сделать. Всё, мы попробовали. Достаточно. Эти кусты унеси вон туда рядом, кустики. Сопор, ножовку на место и коси. Отставить, кусты не трогать. Ничего не сделать. Говорят, а вы как бульдогер загоните, говорит. Круг выпустите, а новый выкопайте рядом. Понимаешь, нет? Это городской житель. Советы дают. Вот где копаетесь, это надо выпустить, а рядом выкопать другой. Новенький. Это что ж такое? Как мы не догадались. Он на бумажке нарисовал и здорово получается-то. Народ развратный десятилетия, как Достоевский писал. Вот оно что. О, пошла. Вот вчера как намечали делать. Грабли. Как будет. Ещё единственное, что они испытали, посерёдке лодка. И туда нагрудят. Как? В лодку и потом к берегу и перегружать. Это не знаю. Пока в теории. Всё остальное у нас воплотилось на практике. Ну ладно, пошёл я косить. Ну вот мы закончили сегодня. Суббота у нас. Сергей Павлович, пей быстрей. Да? Никогда я так ничего захотел постарить, как сейчас. Ну вот смотри. Гляди, как вот. Ну видно, что вот это место и то ровное. А куда это делось? Это вода во время потопа шла. Вот она главная русла и дальше уходила. Вот эти лога начинаются прямо рядом, вот здесь вот. И расширяются на какую ширь. Вода год была под водой. Вот такая земля. Где живы? Нет? Нет, Володя Назарный. Володь, он топил. Давай. Давай. Володя, ты не нарушаешь. У тебя сколько лет? А? 33? Ну. И начнешь? Да. Если бы маленько туда подальше отстать, то видно будет воду в шлюзе. А тут не видно. Вот на бугорок маленько поднимешься и туда подальше он пройди вперед. И ты убегаешь его. И ты убегаешь его. И еще, да? И еще. Не знаю. Никогда такая вода еще слышала не была. Видать нет? Нет. Ну я вчера поднимался, видел. И еще не помолились? Да. И еще не помолились? Да. Помолились. Сейчас будем молиться. Благодарить Богу. Все, Володя. Да. Боже слава тебе. Господи, это будет благостоверное это место. Не пошли нам рыбу. Тебе Божья хвала, Тебе честь и поклонение, Отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Мое пожелание такое, то если бы ты мог остаться на день на понедельник, помочь нам. Никак не могу найти. Ну я знаю. Работа. А все равно. Мы думаем дальше. Резиновая лодка здесь будет. И будем собирать грязь. Умерять за ней. Лодку ложить и к берегу причаливать. По-другому никак. Все, уходим. А что это за красота такая? Иначе Иначе, вы не знаете такую? Нет, не знаю. Это растение мне неизвестно. Оно никак у нас не пользовалось. Растет здесь. Все, задержи. Угу. Все. И он упал. Слава Богу. Слава Богу за все.